Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь вам надо бы изучить тему созависимости, потому что есть у меня такое подозрение небольшое, что вы зависимы от твоей мамы. Вот, здесь у меня небольшое такое подозрение, что очень сильно, ну или в какой-то степени, может быть, мама влияет на вас, вот, влияет на вас довольно-таки сильно, потому что вы чувствуете перед ней свою, может быть, вину, может быть, что-то ещё. Ну вот, не так это сейчас, наверное, важно. Но в первую очередь нужно вам изучить тему созависимости. Вот. Просто для себя, по крайней мере. Вот. Дальше. Маме необходимо просто, просто обратиться для начала к врачу. Вот. Просто к врачу. Ну, без какой-то направленности. Вот. Просто, просто, чтобы понять, что с ней происходит. Вот. Обычный невролог пройдёт, да. Обычный невролог в поликлинике более чем пройдёт в этой ситуации. Вот. Вот. И, соответственно, далее, далее. Если уже невролог направит вашу маму куда-то по более простому лечению, то тут уже нужно смотреть. Если у вашей мамы психологическая, соответственно, какие-то психологические симптомы, вот, либо будет подозрение на какие-то патологии психические, то, соответственно, соответствующий врач. Если патологии обнаружено не будет, но психологические проблемы будут иметь место, тогда психолог. Вот. Ну, мне кажется, что пока что психолог нужен вам, потому что у вас проскакивает в... Ну, вот, как бы, в высказываниях у вас проскакивает что-то вроде мы, да, то есть вы здесь пишите, да, вот, как нам повысить аппетит. Вот. Никак. Вам никак. Потому что никаких... Никаких вас нет. Если она, это её здоровье. Вот. И, соответственно, как бы, ей и нужно, ну, ей и нужно заботиться о своём здоровье больше, чем вам, потому что это её, это её здоровье. Вот. Если вы, вот, то, как вы сейчас это делаете, например, в том контексте, что стараетесь ей повысить, как вот вы говорите аппетит, да, то, ну, как бы, зачем, условно говоря, в таком случае ей вообще что-то делать? Если, грубо говоря, есть вот, ну, есть вы, да, то, так что, такая какая-то здесь история, соответственно, вам нужно, на мой взгляд, ну, обратиться на это, на это вот внимание. Внимание. Как мне, как мне кажется, если вы, ну, действительно, реально хотите решить эту, эту проблему. Вот. У вашей мамы я имею в виду помощи ей. Вы об этом не говорите, но мне показалось, что у вас нет мужчины, у вас нет мужа, вы говорите, что вы работаете, у вас работа и двое детей, вот, то есть, как бы, мужчин у вас нет, соответственно. У вашей мамы у мужчины тоже нет, соответственно, это может быть сценарий, проявление сценарного поведения, вот, психологический сценарий изучите в интернете, вот, соответственно, это нужно корректировать, вот, и своим примером продемонстрировать маме, как можно жить. Вообще, это самый, наверное, лучший способ добиться изменений какого-то человека, вот, это показать ему на своём примере, как вот вообще можно жить, так, как вообще можно, вот, организовать свою жизнь. Хоть быть, как можно действовать, как можно справляться с проблемами, то есть, понимаете, если вы, эээ, человек достаточно загнанный, если вы человек, который, эээ, не очень-то умеет, допустим, получать удовольствие, наслаждаться жизнью и прочее, то, что, эээ, шансов, что вы, эээ, поможете, эээ, своей маме, ну, вообще-то говоря, не, ну, вообще-то говоря, не, вообще-то говоря, не, немного, потому что, эээ, мама же, она, будет смотреть, ну, на вас, эээ, вот, и, ээээ, как бы, ээээ, если, ээээ, если вы не умеете, ээээ, наслаждаться жизнью, то, как научится мама. Вот. То есть, эта ситуация довольно-таки, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ С другой стороны, если вы хотите ей помочь, если вы хотите, чтобы она свою жизнь, например, изменила, то нужно на собственном примере показывать, как можно вообще по-другому жить. То есть не разговорами, не заставлениями, не запретами чего-либо, то есть, например, если ваша мама, к примеру, увлекается чрезмерно алкоголем, то здесь не алкоголь нужно запрещать, а показывать, например, человеку, что есть что-то помимо того же алкоголя ещё. Чтобы у человека не было ощущения, что у него забирают алкоголь, как единственный способ для него получать какое-то насхождение от жизни, чтобы человек имел, ну, наверное, в первую очередь выбор, что он, в принципе, может продолжать увлекаться алкоголем, да, но условно говоря, в жизни есть интересные вещи, да, более интересные вещи, которыми человек мог бы заниматься. И вот если это демонстрировать, в частности, своим примером, вот, то ситуация может, конечно, нормализоваться. Кстати, гораздо лучше, чем сейчас она, ну, чем сейчас она имеет место быть. Вот, но это, наверное, стармасс, и повторюсь, это возможно вот только если, только если вы не будете, как бы, созависимым партнером в данном случае. Вот, вот то, что я хотел бы вам сейчас, наверное, сказать с точки зрения вот психотерапии, да, с точки зрения психологии и с точки зрения моих ценностей. Вот, поэтому маме, конечно, обследование, безусловно, нужно, да, маме нужна вполне возможная помощь, вот, врача. Ну, глобальная, это ее жизнь не изменит. Кроме того, принимая во внимание возраст вашей мамы, вот, можно говорить и о наличии кризиса, и о наличии оставшихся задач предыдущего этапа ее возраста, как она не выполнила, и так далее, вот. В идеале, если вы станете более устойчивы с точки зрения психологии, вот, в идеале можно было бы привлечь вашу маму, ну, например, к заботе о внуках, о ваших детях, о ее внуках, вот. Чтобы, соответственно, перенабравить внимание, энергию вашей маме, да, вот, на, как бы, ее близких, вот. В этом возрасте это, в принципе, было бы более чем хорошо, вот. Естественно, если она, там, условно говоря, не будет курить, да, и, как бы, злоупотребляет алкоголом, вот. Вот, а я не очень понял, а, как бы, целью вы написали, что она курит, а, именно, приму, то есть, как это, эта информация, вот, по вашему мнению, может нам помочь, честно говоря. Я не очень, вот, понимаю, а, ну, по той причине, что это просто марка, это просто марка сигарет и все, а, вот, то есть, как бы, как это вообще, вот, может нам помочь, я не, не очень, а, не очень представляю, да, как бы, вот, но, если вы такую информацию предоставили, ну, наверное, для вас это какое-то значение имеет, вот. Вот, тогда лучше и марку пиво можно было бы тоже рассказать, да, вот, тоже поделиться маркой пивом можно было бы, вот. Вот, только непонятно, зачем, непонятно, для чего это, и как бы это помогло решить, например, ну, проблему, там, допустим, вашей, зависимости от нее, если, если такова есть, конечно. Вот, и все это все, на мой взгляд, вот, довольно важные аспекты, на которые нужно обратить вам внимание. Вот, также, также, на что бы, на что бы я еще обратил ваше внимание, это на те чувства, которые у вас есть, вот, по отношению к маме. То есть, вот, ну, именно, вот, ваши чувства к ней, что вы чувствуете, то есть, там, такое чувство, например, чувство вины перед мамой есть, чувствуете ли вы, там, к примеру, себя виноваты перед, перед ней, или, может быть, вы не чувствуете вину, вот, но, там, грубо говоря, чувствуете что-то другое, да, то есть, например, ну, допустим, там, не знаю, чувствуете ответственность, может быть, может быть, чувствуете, там, что-то, что-то еще. Вот, то есть, это, на мой взгляд, достаточно важный аспект, на который вам нужно обратить, обратить свое внимание, свое внимание. Вот, без этого аспекта, я бы сказал, что, довольно сложно будет вам, а, оказать помощь, вот, потому что, у нас, эээ, недостаточно информации, будет. Вот, ну, решать, эээ, в любом, эээ, случае вам, эээ, как действовать дальше, вот, эээ, мы можем, в принципе, эээ, вас, только, направить, вот. То есть можем только помочь и указать вам на вещи, которые, кажется, в данном случае, мне важны, например. Вот. Как-то так на этом всё, пожалуй. Буду вам благодарен за обратную связь, вот, соответственно. Это нужно будет для начала работы над собой вашей. Вот. Ну то есть если вы хотите начать работу над собой, то вам необходимо будет обратную связь предоставить. Вот. Чтобы процесс взаимодействия как раз начался между вами и специалистом. Вот. В последующем можно будет привлечь вашу маму для терапевтического взаимодействия. Но это уже исключительно вопрос времени, вопрос практики, вопрос взаимодействия как бы с целом. Вот. То есть тут исключительно история того, как будет складываться контакт между вами и специалистами. Ну, специалистом, которых вы, например, выберете для работы. Вот. Вот. На этом всё. Желаю вам удачи. Желаю вам... Желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация с вашей мамой будет самым лучшим образом разрешена. Вот. Вот. Удачи вам и не забывайте про собственную жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...